добрый день дорогие друзья продолжаем наше занятие сегодняшняя наша тема действия алкоголя на организм механизм его действия в организме этиловый спирт влияет абсолютно на все органы так как очень быстро оказывается в крови которая течет по артериям со скоростью как вы думаете какая скорость движения крови 40 километров в час алкоголь действует поэтапно вначале алкоголь расширяет сосуды разжижает кровь но этот эффект наблюдается при потреблении напитков средней крепости в количестве 100 грамм а крепких 50 грамм потребление большего объема идет наоборот сгущению крови и разрушение мозговых клеточных мембран вопрос только в том сколько клеток нейронов погибнет и будет погибать спирт или этаном разрушает эритроциты крови они слипаются друг с другом а что приводит к образованию сгустков сгустки крови становятся тромбами и перекрывают топ крови причем мелких мелких капиллярчиков спустки начинают закупоривать эти капиллярчики что приводит нехватки кислорода для клеток мозга этот факт а также умирание нейронов создает состояние опьянение увеличением концентрации спирта в крови изменение происходит деятельности сердца уже который начинает стучать чаще быстрее проталкивая загустевшую кровь прохождению которые и так уже мешают сбудки результате клетки головного мозга продолжают обыскровливаться и умирать если сердце и сосуды не выдерживают нагрузки опьянение может закончиться инсультом инфарктом это зависит от возраста человека его состояние здоровья длительности состояния опьянения и объема выпитого если после употребления спиртного измерять концентрацию танула в организме то в печени его окажется примерно полторы единицы в спинном мозге тоже полторы единицы а в голодном мозге 1,8 единиц что происходит употребление алкоголя механизм действия большого объема этанола на мозг показывает то каждая доза губительно влияет на этот орган оставляя тканях мозга многочисленные и побоюсь этого слова рано происходит это потому что 86 миллиардов нейронов начинают отмирать гораздо быстрее чем это запланировано нашей компьютерной программой индивидуальной которая называется жизнь смерть гибель более 4 процентов нервных клеток в течение 10 лет ведет заметной умственной деградации даже внешняя оболочка головного мозга алкоголика заметно отличается от того как выглядит этот орган у непьющего извилинные обычно сглажены на поверхности находятся ритвины заметные следы и кровоизлияния и абсолютно мертвые не функционирующие зоны как чернобыль запрашивается сходство причем поражаются именно те участки которые имеют отношение как раз к высшей нервной деятельности если говорить о связи ощущение человека с процессами которые происходят в главном органе тела при употреблении спиртного то вот что будет происходить сразу после употребления алкоголя первый момент расширяются сосуды усиливается кровообращение и слегка повышается настроение далее возникает состояние небольшого опьянения значит это новое уже и надо в головном мозге легкая эйфория это уже признаки шлородного голодания повышенное возбуждение сильная эйфория вот это уже свидетельство отмирания клеток активируется переднем мозговой пучок или центр удовольствия стимулируется выработка гормонов счастья эндорфинов далее заторможенность и апатия затем приходят на смену эйфории но уж затем следует стадия похмелья во всей своей красе в зависимости от индивидуальных особенностей начиная со второй стадии наблюдается такие патологические явления как нарушение в работе вестибулярного аппарата но это головокружение может быть шаткая походка даже падение замедленный темп и проблемы с речью ухудшение слуха зрения пациент распрощенности притупление и стеснение от пойти бы к начальнику да в такой кучу нарушение внимания и памяти чем больше алкоголя в крови тем неадекватнее ведет себя человек связано это с тем что работают уже не все доли мозга поэтому нервные клетки выпившего получает гораздо меньше информации дни чему ты и в каждом конкретном случае появляется это по-разному от благодушия легкомыслия за обидчивости и даже крайней озлобленности агрессивность нет сомнения в том что при регулярном и большом употреблении алкоголя необратимо страдают все мозговые доли нарушаются функции жизнеспособность гипоталамуса сталамуса моржечка среднего продолговатого мозга убитые нейроны удаляются из организма через сутки а разрушительное действие алкоголя продолжается потому что он держится в тканях мозга достаточно долго и выводится на протяжении 21 дня или трех недель после попадания только после этого при условии полного воздержания от спиртного его полного выхода из организма вообще можно вести речь о начале процесса восстановления функций с каждым днем делать это все сложнее алкоголизм с признаками личностной и физиологической деградации поступают в разные временные промежутки и это зависит от многих причин роль играют наследственность возраст пол окружение личностные особенности социальное положение и так и подобное иногда случается так что яд этанола сразу повреждает продолговатый мозг что идет нарушение дыхательной функции если сразу разрушает этот отдел появляется спазм дыхательных органов это может привести к коме и смерть всех детей скорость и степень нравственной физической деградации угадать нельзя если учитывать что употребление 100 миллилитров крепкого алкогольного напитка убивает 8 тысяч клеток мозга можно представить насколько уменьшится мозг этот орган в объеме через год через пять лет а также какие последствия это принесет нельзя даже представить сколько клеток погибнет при запое и в несколько дней каковы последствия злоупотребления у тех кто злоупотребляет спиртным гибель нейронов происходит стремительно развивается алкогольная зависимость и как следствие происходит быстрая деградация а что делает алкоголь с организмом физиологические изменения мыслительные органы теряет в объеме его извинения постепенно сглаживаются на поверхности коры появляются многочисленные произведения некроз возникают пустоты туннели ранее поражаются сосуды нарушаются эндокринные функции появляется нарушение кровообращения и токсическое поражение головного мозга также развивается дисфункция печени нервное расстройство появляется эмоциональная нестабильность депрессивные состояния которые поддаются только медикаментозному лечению специфические невротические расстройства ряд специфических заболеваний является средством алкоголизма и проявляются чаще после прекращения употребления спиртного алкогольного эпилепсия галлюциноз паранойя белая горячка известная всем деменция возникают проблемы с простейшими мыслительными операциями снижается критичность мышления развивается нравственная деградация появляется слабоумие и такие заболевания как болезнь альчгеймера и паркинсона останавливается ли работа мозга после отказа от алкоголя и сколько времени это уходит последние десятилетия ученые медики утверждают что клетки нейроны мозга способны к восстановлению поскольку их постепенное отмирание процесс естественный проблема только в том что алкоголь в зависимых темпов уничтожения нейронов значительно больше темпов их возрождения а сам процесс их восстановления после длительного употребления занимает достаточно большой срок годы а иногда и десятилетия но все равно это не приводит к желаемому результату для возвращения мыслительного органа в адекватное состояние нужно соблюдать ряд условий отказаться от употребления алкоголя на сто процентов минимум на год ну лучше на совсем вести здоровый активный образ жизни полезный для сосудов соблюдать диету заниматься профилактикой восполнять потери принимать витаминно-минеральные комплексы антиоксиданты расслабиться после тяжелого дня лучше с помощью других методов без алкоголя употреблять только действительно полезные напитки ценность которых составляет наличие в них важных витаминов минералов органических кислот и антиоксидантов а можно лепить при некоторых заболеваниях атеросклероз небольшая периодически принимаемая доза качественного спиртного помогает снижению уровня вредного стимулирует выработку печени полезного холестерин растворяет жировые отложения на стенках сосудов чистит кровь и улучшает кровообращение но превышение рекомендуемой дозы ведет к обратному и страшному эффекту при гипоксии гипоксия мозга наступает при первых признаках опьянения степень которого диктует количество вреда от гипоксии алкоголь прямой виновник кислородного голодания поэтому лучше отказаться от алкоголя в этих состояниях также и при кисте хотя киста это доброкачественное образование но она может привести к нарушениям работы некоторых долей мозга или почек поэтому нельзя тревожить кисту то есть опасны любые негативные процессы полегшее повышение давления сгущения крови поэтому спиртное нежелательно и добавим новое в этом видео например морковный сок исследования подтверждают что фруктовые и овощные соки обладают антиоксидантными свойствами защищают печень от вредного воздействия внешних веществ вроде алкоголя не только печень но и органы брюшной полости а также мозг особенно следует отметить морковный и свекольный сок также совершенно точно доказано что употребление моркови помогает бороться с гепатитом кроме того морковный сок способствует желчооттоку фресистит имеем ввиду тем самым разгружая печень содействуя ей выведение шлаков токсинов и избавление от вредного холестерина морковный фреш помогает при застое желчи в этом органе и воспаление паренхин способствует уменьшению веса нормализация метаболизма ввиду того что сок моркови усваивается исключительно в комбинации с жирами употреблять его необходимо с добавлением небольшого количества молока сметаны или подсолнечного масла 1 стакан напитка вручную можно приготовить так взять 3 средних по размену морковки хорошо вымыть очистить от верхней кожицы натереть на терке измельченную массу завернуть марлю сложенную в 4 слоя и выжать получившуюся жидкость добавить 1 чайную ложку сметаны выпить свежий фреш необходим в течение получаса после приготовления принимать морковный сок следует за 30 минут до еды в объеме не больше 2 стакана в день курс непрерывного приема не должен превышать трех недель затем необходимо сделать перерыв несколько дней далее свекольный сок согласно исследованиям бетанит содержащийся в свекле обладает гематопротекторными антиканцерогенными свойствами благодаря своим антиоксидантным свойствам желчегонному эффекту фреш из свеклы помогает освобождению течени и организма от токсинов тяжелых металлов вредного каллистерина витамины группы В которые содержатся в свекле активно участвуют в восстановлении клетокорда получить готовый сок проще всего с помощью соковыжималки также можно приготовить его вручную измельчив на терке и отжав через несколько слоев марк полученную жидкость необходимо оставить в холодильнике в открытой емкости естественно очищение печени свекольным соком существует по схеме средства необходимо употреблять после еды для исключения нежелательного воздействия на организм сначала следует принимать по 15 мл в день разбавляя другим овощным соком например огурца тыквы кабачков в пропорции 1 к 10 1 к 10 дозу свекольного сока нужно постепенно увеличивать до 50 мл в сутки сокращая его соотношение с другим соком до 1 к 3 для процедуры очистки необходимо принять 50 мл сока трижды в день три дня подряд затем рекомендуется принимать 50 мл сока один раз в день на протяжении 10 суток во время процедуры чистки печени рекомендуется отказаться от употребления естественно алкогольных напитков мучного жирного копченостей сладостей солений предварительно необходимо провести очищение кишечника следующее овсяные власть согласно одному исследованию регулярное потребление овсас способствует улучшению функций печени и уменьшает отложение жира в этом органе в этом жлаке присутствуют витамины а е аминокислоты эксперимент который имеет сходство с амилазами благодаря богатым полезными компонентным составом овес содействует быстрому поведению желчи токсинов и других вредных соединений печени в связи с этим отвар из овса является прекрасным очищающим средством до этого органа и органов брюшной рецепт его приготовления очень простой 150 грамм зерна насыпать в кастрюлю налить туда же 3 литра только что вскипевшей воды держать 15 минут на медленном огне затем снять с плиты укутать и оставить на 5 часов данный объем рассчитан на 3 порции принимать напиток за полчаса до еды на протяжении двух недель золотое молоко молоко с кукумой об этом был у нас ролик основным действующим веществом этой специи является куркумин в составе которого присутствуют витамины группы В С, Е, К приправа обладает хорошим желчевонным эффектом антиоксидантами и способствует нормализации жирового обеда куркуму используют для остановки прогрессированной цирроза токсических поражений в печени в сахарном диабете при поражении лекарствами или алкоголем в лечебных целях часто принимают золотое молоко с куркумой в приготовлении мы разбирали в прошлых видеоуроках в одном из роликов который называется куркума следующее отвар кукурузных рыбок сушеные волоски в кукурузных початках обладают полезными для печени и органов брюшной полости свойствами уменьшают количество миллорубинов приятно влияет на функции желчеводящих каналов и поджелудочной железы очищают ткани от токсинов рыльцы используют для лечения холецистита желчнокаменной болезни гепатита патология желчного пузыря и желчных проток отвар из растительного сырья готовится следующим образом 2 столовые ложки измельченных рыбиц поместить в кастрюлю и залить одним стаканом только что вскепевшей воды держать под крышкой на медленном огне 20 минут настаивать 50 минут затем процедить разбавить водой чтобы получить 1 стакан напитка принимать подогретый отвар необходимо по 1 столовой ложке после каждого приема пищи на протяжении 20 дней затем сделать паузу на 1 месяц следующий напиток чай из цветов календулы и семян моркови этот чай спасительный напиток при плохом состоянии печени поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта при заболевании печени и желчного пузыря растительные компоненты данного напитка помогают восстановление этих органов чай нормализует процесс отделения желчи содействует нейтрализации воспаления возникающих при гепатитах холециститах панкреатитах способ приготовления напитка 2 столовые ложки соцветия календул заваривается одним стаканом кипятка поставляется на 2 часа 1 столовая ложка семян моркови заливается двумя стаканами горячего молока чай настаивается 1 час оба настоя пропускаются через фильтр и смешиваются чай следует принимать по утрам по полстакана натощак в течение 7 дней затем необходимо делать перерыв на 3 дня после чего курс можно повторить следующее настойка из чеснока чеснок чесночный напиток содействует стимуляция тока желчи препятствует возникновению ее застоя в печени и образованию камней глощевыводящих каналах помогает обновить клетки органа очистить его от токсинов и всяких метаболитов для приготовления настойки необходимо нарезать 5 очищенных долях чеснока поместить их в стеклянную емкость и залить двумя стаканами водки настаивать чеснок в течении 3 недель взбалтывая содержимое емкости не менее 2 раз в сутки готовую настойку пропустить через фильтр и налить в бутылку из темного стекла принимать по 10 капель 10 капель 2 раза в день курс 3 недели минеральная вода минеральная вода для целей профилактики и терапии заболеваний печени следует применять воды с умеренным содержанием минералов среди которых присутствуют гидрокарбонаты кальты стимулируют образование и выведение желчи улучшают обменные процессы печени поджелудочной железе уменьшают или нейтрализуют воспаление облегчают боль для лечения печени поджелудочной железы ростом пузыря рекомендуется использовать воды славящими своими уникальными качествами например и синтукия номер 4 номер 17 нарзан обязательно перед употреблением следует выпустить из бутылок газ открыв крышку пусть постоят при этом будет полезно следующий совет минеральную воду лучше пить за 20 минут до еды трижды в сутки дозировку необходимо рассчитывать индивидуально исходя из расчета 6-8 миллилитров жидкости на 1 килограмм массы тела после того как перестанет ощущаться первоначальный слабительный эффект суточную дозу следует уменьшить наполовину курс приема 1 месяц необходимо помнить что народные средства могут использоваться лишь в профилактических целях а также в качестве вспомогательной терапии продукты двояко влияющие на здоровье органа но это существует ряд напитков способных в различных условиях оказывать на органы как положительные так и отрицательные эффекты например кофе считается что кофеин в умеренных количествах способствует выработке ферментов противостоящих развитию злокачественных опухолей вместе с тем не стоит злоупотреблять растворимым сублимированным так называемым кофе ввиду содержания в нем химических добавок способных усугубить уязвимость цифорий корень этого растения полезен для очищения печени поджелудочной железы просто пузыря токсинов и патогенных микроорганизмов но пить напиток из цикория в больших количествах не следует так как это может все же нагрузить эти органы молоко молоко включают в диетический рацион при гепатите циррозе панкреатите стимулирует выработку пищеварительного секрета желчи что необходимо при воспалительных процессах и инфекциях при заболеваниях печени поджелудочной железы надо воздержаться от употребления жирного молока чтобы не перегружать больные органы чего однозначно следует избегать ну конечно алкоголь мы разобрали вопрос практически выше кстати категорически запрещен прием спиртного при приеме лекарств и антибиотиков следует это тоже знать и учитывать а также энергетики есть такие напитки они заставляют печень расходовать запас гликогена для получения из него энергии затем экстренно начинать его новое производство и этот процесс очень быстро изнашивает горды следуя нашим советам вы всегда будете здоровы однако повторяю выводы делать только вам спасибо за внимание сегодня на этом все